Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Рынки сегодня немного растут и уже добавили одну десятую от следующего, третьего триллиона долларов рыночной капитализации. Эфир достиг очередного исторического пика. DoggyCoin за 7 дней вырос на 20%, потому что Илон Маск опять написал твит о нем. Cardano за сегодня выросла на 10% из-за массивного объявления, которое мы сегодня разберем. Uniswap тоже растет в преддверии Uniswap версии 3.0, которая выйдет уже 5 мая. Чем глубже я изучаю Uniswap, тем больше оптимизма я к нему испытываю, несмотря на все его проблемы сейчас. PancakeSwap очень хорошо показал себя во время коррекции на рынке, практически никак не упав тогда. Он уже на 23 месте на CoinMarketCap, последний раз я его покупал на отметке 24 доллара, сегодня он вырос на 20%. И уже почти сделал 2 икса с тех пор. Я думаю, в будущем он может стоить все 500 долларов. Да, это звучит фантастически. Но такой мой прогноз. Растет же он из-за обновления токена, которое сжигает кейки при любой транзакции. Как только я узнал о грядущем обновлении, я сразу же достаточно крупно закупился Pancake, даже несмотря на то, что он уже и так был на хаях. Как оказалось, очень даже не зря. На отметке в 50 долларов я планирую вывести свои вложения, а все остальное оставить на дальнейший холд. Кстати, просто задумайся, что будет, когда эфир получит обновление, которое тоже будет сжигать эфиры при любой транзакции, даже на том же Uniswap. Это будет значить, что каждый день будет сжигаться эфиров на 50 миллионов долларов. За месяц это уже около миллиарда долларов. Кроме этого, еще больше эфиров будет залочено в стекинге, что означает драматическое уменьшение его предложения. Ребята, мне кажется, эфир взорвет и 10 тысяч долларов для него будет мало. Также сегодня есть хорошие новости и для Ripple XRP. Об этом поговорим в конце видео. Прежде чем мы продолжим, попрошу тебя поставить лайк. Работаю в любых условиях, даже в абсолютно неподходящих для этого, чтобы держать тебя в курсе самых горячих событий на рынке. Мне будет приятно, каналу помогает расти. Нас уже 130 тысяч. Это просто огромная цифра, о которой я никогда в жизни даже не мечтал. На самом деле у меня даже появилась надежда на 200 тысяч. Вот это было бы реально круто. Начнем с твита Илона Маска, который толкнул Доги Коэн к росту. Он написал «Отец Доги Коэна». Ночная субботняя жизнь, 8 мая. Этот пост толкнул Доги на 15% вверх. Интересно посмотреть, что будет 8 мая, что готовит Илон Маск. Я лично не покупаю Доги Коэн и не куплю, если честно. Но, думаю, у него будет еще несколько пампов в этом булране. Как я уже говорил в прошлых выпусках, у Кардана намечается большое событие. Кардана Африка, 29 апреля. То есть уже завтра. Я спекулировал на тему того, что на этом событии они выкатят какое-то масштабное объявление. Что ж, они решили не томить ожиданиями и опубликовали это объявление уже сегодня. И это очень большие новости для Кардана. Даже не знаю, о чем они еще будут говорить завтра, но давай почитаем это объявление. Мы больше не можем заставлять вас ждать. Мы объявляем партнерство с Министерством образования Эфиопии. Вместе мы создадим национальную систему идентификации и регистрации достижений на блокчейне. Это крупнейшее в мире использование блокчейна, охватывающее 5 миллионов студентов. Очень интересно, что они расскажут завтра на Кардана Африка после таких объявлений. Кроме этого, не забывай, еще и смарт-контракты будут добавлены в сеть Кардана уже этим летом. Именно тогда этот проект Эфиопии Кардана будет запущен вместе с платформой CardanoSwap. Я до сих пор убежден, что Кардана ожидает шок предложения и рост цены, так же, как это показал Binance Coin. Потому что проектам придется предоставлять ликвидность именно в токенах Ада на платформе CardanoSwap. Мне кажется, именно поэтому в конце 2021 Кардана может стать одной из самых прибыльных криптовалют из топ-10 на CoinMarketCap. Что ж, ждем завтрашнего дня. Возможно, нас ожидают еще какие-то интересные объявления от Кардана. Может быть, они представят какой-то простой способ переноса ERC-20 токенов из экосистемы эфира в КарданаSwap, грядущий этим летом. Пока что цену Кардана колбасит волатильно. Здесь даже какой-то коридор образовался для скальпинга. Когда-то я очень любил таким заниматься. Но все равно за сегодня Кардана выросла на 10%. Следующая новость про Илона Маска и Теслу. Тесла опубликовала квартальный отчет, в котором сказано, что компания продает 10% своих биткоинов. Я даже подумал, может они сделали это, чтобы не предоставлять отрицательную доходность своего традиционного бизнеса. Кто знает. Многие все равно засомневались, что Илон Маск ведет нечестную игру, то бишь пампит и сливает биткоин и, соответственно, зарабатывает на этом деньги. Но Илон Маск объявил, что свои биткоины он не продавал. Эфириум достиг нового исторического пика на новостях о том, что европейский инвестбанк привлечет 100 миллионов евро через эфириум-облигации. Кто-то даже пророчит эфиру 10 тысяч долларов до конца мая. Это может быть правдой, учитывая, что впереди нас ожидает Юнисвап третьей версии, а также обновления для сжигания монет и сокращения комиссионных. Конечно, если будут какие-то отсрочки, то реакция цены может быть немного противоположной ожиданиям. А как мы знаем, эфир любит откладывать свои обновления и делает это с завидной регулярностью. Юнисвап версии 3.0, кстати говоря, запланирован на 5 мая. К сожалению, третья версия никак не исправит проблемы с высокими комиссионами в сети эфира. А я так на это надеялся. Но они сказали, что после запуска Юнисвап 3.0, они в скором времени выпустят и какое-то решение поверх блокчейна, для того, чтобы уменьшить и комиссии. Посмотрим, если у них получится значительно уменьшить комиссии, то я ожидаю взлета цены эфира. Так как все больше проектов будут обращаться именно к экосистеме эфириума, вызывая шок предложения монет эфириума. Потому что этим проектам нужен будет эфир для обеспечения ликвидности. Еще одна хорошая новость уже для биткоина. Японский игровой гигант Nexon инвестирует 100 миллионов долларов в биткоин. Это означает, что еще одна компания добавила биткоин в свои активы. Значит, они видят не только успех других компаний, кто уже это сделал, но и потенциал в самом биткоине. И на самом деле таких компаний все еще не очень много, так что ожидаем более крупные события от Apple или Амазона, например. Компании, которые уже имеют дело с биткоином, будут своим примером мотивировать остальных присоединиться. Кроме этого, не забываем о несуществующей инфляции. Многие рассматривают биткоин как защиту от нее. Еще одна большая новость для пространства NFT. Binance запустит свою NFT-платформу. Я наблюдаю тенденцию, что крупные компании начинают создавать свои собственные NFT-платформы. Сейчас самые главные NFT-платформы это OpenSea и Rarible. Запуск Binance своей NFT-платформы приведет к криптопространству больше людей, что, конечно же, очень-очень хорошо. Криптобиржа Gemini и MasterCard запустят кэшбэк в биткоине для карточек MasterCard. Еще один тренд в криптовалюте. Все больше компаний запускают банковские карты с кэшбэком в криптовалюте. Это привлекает больше внимания к криптовалюте и приближает массовое использование криптовалюты. Извини за тавтологию, но так уж получилось. И, наконец, закончим хорошими новостями для Ripple XRP. Криптовалютная биржа FEMIX добавляет 8 новых цифровых активов и Ripple XRP в том числе. Они только что вернули на торги токен Ripple XRP. Кроме него, они добавят Basic Attention Token, Chilis, Decentraland, EnginCoin, SushiSwap, Synthetix, Graph и Maker. Возможно, есть смысл следить за этими токенами. В официальном твиттере они пишут. Мы счастливы объявить, что добавляем 8 новых монет. Как дополнение, из-за высокого спроса мы также возвращаем XRP на нашу платформу. Из-за высокого спроса, ребята, из-за популярности и высокого спроса. Вот как значит не любят XRP. Хотят купить его? На этом все. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Меня это очень мотивирует на создание новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, делись роликом с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok